I have ways of blowing things off. Я только что за ней сходил, решил подойти к этому кинжалу, вообще почитал ваши советы. Вот комментарий, который он оставляет по этому поводу. Я дадуешь его девочке, и она удивлена такому подарку. Похоже, что она не привыкла к подобной доброте. В любом случае, похоже, кинжал ей понравился. Девочка получила кинжал. Я этому очень рад, и к тому же давайте тогда сразу вот это экипировка, аксессуар. Странную куклу тоже ей отдадим. Что это за звуки, кстати, такие? 36, 21, 36. Давайте кожаный доспех отдадим. Что это за страшные звуки? Я сейчас пойду дальше, наверное, уже не на запись. Просто хотел подойти сюда, посмотреть, как это с кинжалчиком получится, что и как. Ну да, она его подбирает, она ему довольна. Но проблема в том, что... Я немножечко также почитал насчет призраков и как с ними бороться. Я понимаю, что мне нужно проклятое оружие. Вопрос вот в чем. Стоит ли мне проклинать свое оружие, и как это потом получится. Или мне лучше иметь запасной вариант проклятого оружия. Типа какое-то левое оружие, которое проклятое против призраков, а свое основное против всяких тварей. Но и это даже не основная проблема. Основная проблема сейчас заключается в том, что у меня нет очищающего камня. То есть, как-то именно в этом прохождении, именно в этот раз, получилось таким образом, что у меня нет очищающего камня. Всегда он у меня находился, и находился очень быстро. В прошлый раз я помню, что мы его нашли. Но, по-моему, это произошло слишком поздно. Мы сейчас... А, да, кукла у меня есть. Значит, и, собственно, наемника я тоже уже освободил. Я чуть-чуть подзывал. Так, использовать. Поеду за волчицей, поеду тут сейчас все обыщу, и потом вернемся. Посмотрим, как все пойдет. Хорошо, ребят. Я только что подрался с драконом, еще раз достал корону. В самом деле, мясо... Где оно там у нас было? Я, кстати, тут его еще ни разу не видел. Цушеный, трубка, капкан, флакон, зелье жизни, которое не жизни, сырое мясо, рагу. Кстати, да, рагу. Метательные дротики и ножи, они применяются не отсюда. Я интересовался, как мне на девочку одеть эти штуки. Они употребляются из меню во время боя. Так что, вот этот вопрос нет. Мясо морского дракона, пять штук, да. Его с разных ракурсов, как вы мне и объяснили, можно... Снять несколько раз это мясо. Проблема в том, что я уже здесь. Вот я взял корону, вот я взял все. Но, черт побери, я не смог... Никаким образом найти очищающий талисман. Для того, чтобы... Не надо. Я пока не хочу с ним драться. Хотя мне, наверное, надо бы туда сходить. Черт, я не знаю. Эта драка с драконом была не такая удачная, как, наверное, в прошлый раз. Да, тут мы можем прочистить взрывным флаконом, пройти. Хочу ли я идти драться с этим чуваком без наемника? А я потом сюда же не вернусь, да, уже? Шахты шестой. Да, вот, уровень шестой шахты. Я почитал немножечко комментарии. Ну, не немножечко. Взрывной флакон отлично вернули. Книгу. Дневник неизвестного стражника. Мы это с вами уже смотрели. Проблема вот в чем, собственно, заключается. Я почитал не немножко. Я почитал очень много из того, что вы мне понаписали. Я понял... Все то, что вы мне писали. Страха владевает. Как это круто. Где у нас там было? И я пошел по той ссылочке, которую вы мне скинули в комментах, посмотреть, почитать. Там у нас вики. Блин, я когда разговариваю, я не понимаю, что я делаю. Надо найти зелье жизни. А где... Погодите, это сверху было, да? Я пропустил просто. Кусок, стеклянный флакон. У меня их два, кстати. А, вот, бутылка виски, да. Вливаем. Я почитал некоторые вещи, почитал, как проклять оружие, как мне это все сделать. Тоже рад тебе видеть. Иди сюда, чувак. Ха-ха, да. Уж точно не хочу остаться в одиночку в этом ужасном месте. Так, мне там нужно ему дать снаряженецы получше. Нет, значит, вот так, вот так. Да, отлично. С кеметаром. Мне вроде как ничего лучше нету. На тебе деревянный щит. На полу у меня тебе ничего нету. Доспех. Броней, шкур. А у меня все только хуже, да? И аксессуаров у меня нет, потому что куклу я отдал. Супер. Кормить тебя не надо, ты в порядке. У нас волчица немножко подранена. И, кстати, у нее был дебаф слепоты. Вот. Слегка голоден. Я очень за себя рад. Я могу еще вернуться назад или нет? Вот в таком положении. Я боюсь, что ворона сейчас придет. Я не хочу с вороной драться. Пойдемте на мага наедем. Просто посмотрим, кто он, что он. Желтый маг. Та-та-та. Бизнес напрягается. Явно не нравится присутствие желтого мага. Полегче. Атака. Я бы в посох атаковал на самом деле. Почему он... А, это я, типа... Ты тоже такой же... Кстати, да, девочка с этим мечом деревянным, она стала атаковать в разы лучше. То есть она не промахивается, как все остальные промахи. Она прям попадает. Да, по 20, по 25. Но все-таки... Есть. Ритуальный танец. Не надо, чувак. Давай без ритуальных танцев, пожалуйста. По голове. Я промахнусь по голове, да? Ха! Не промахнулся! Я его убил. Я вот этого не ожидал, на самом деле. Осталась лишь пустая одежда. Под кучей одежды что-то есть. Находишь... Камень-душ! Да, отлично. В эту сторону мы еще не ходили. Окей. Это интересно. Я этого чувака тогда испугался. И в эту сторону мы еще не... Нет, это призрак! Это... От него исходит синее свечение. Попопопа... Умение убежать. Защищаться... Защищаться... Отряд пытается сбежать. И у отряда это получается. Идете нафиг. У меня нет проклятого оружия. Я так понимаю, что это призрак. Мне не стоит с ним связываться. Вот в этом куске я еще, кстати, не был. То, что тут творится. Там у нас есть проход дальше, который мы взорвали. Но ведь и здесь есть проход дальше. Шахты. Деревянные доски едва удерживают штольню. Да, это там, где все может обвалиться, к черту. Человеческий гол насажен на копья племени. Расположение голов должно вызвать ужас в сердцах путников. Пойдемте еще вернемся. Так вот, к чему я, собственно, все это говорю. Я прочитал про то, где я нахожу рыцаря. И рыцаря мы находим на седьмом уровне. И я себе чуточек проспойлерил, к сожалению, из того сайта, который вы мне скинули. Он очень интересный. Я не мог остановиться читать. Я себе... Черт, это сраный лабиринт. Ах ты ж! Ладно, он меня догнал. Ты ж что за говна кусок? Хе-хе-хе-хе-хе. Рог. Ага, Рог, да. А, нормально, он не сложный. Я пугаюсь, потому что я не знаю... Нет, 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 не хочу. Ударить обыске. Давайте обыщем. Блестящие в ладонях серебряные монеты из рук крадущегося. А может, я его могу освежевать? Нет, не хочу. Могу. Бледная... Стойте! Где-то нам нужна была бледная кожа. Для чего? Нет, сделать броню. Кожа стража, повелитель мух, кожа гулянь. Странно, ладно. Так вот, я понял, что я уже не смогу спасти рыцаря, потому что... О, имейте территорию, хорошо. К рыцарю нужно прийти за полчаса. А у нас уже внутренний счетчик в игре за два часа перевалил. Ой, кровать, кровать! Нет. Жертвный круг, задобрить богов, или сын, и т.т.т.т. Игрогот. Уничтожить людей, жаждет жертвы человеческой жизни, силея богиней, любви и плодородия желает больше всего акта любви во имя ее. На полу. Житоприношение. Может, просто помолиться? Блин, надо было почитать лучше про богов. Я побоялся, что ты закончил молиться. Ну, вроде как, ничего. Жертву это в смысле убить кого-то из своих акт любви. Тут будет или педофилия, или зоофилия, или мужеложество. Мне ни один из этих вариантов не подходит. Я очень надеялся, что там будет кровать. Совсем не с теми целями, о которых вы подумали. Хорошо. Пойдем дальше. Вот это место мы в нем абсолютнейши ни разу не были. Я не могу на это нажать. Очень странно. Там какая-то корзинка, на которую я не могу нажать. Вагонетка. Взять камень, да? Камень всегда можно взять. Хорошо. Это мы закруглились к концу уровня. Отлично. Очень странная корзинка, на которую я не могу нажать, с которой я не могу взаимодействовать. Этот перец пришел у нас отсюда. Возможно, у нас тут что-то будет. Вот как минимум корзин, эти бочки. Два томата. Это черника. Ой, черника, это хорошо. Тухлое мясо. Я черничный император. А, это тот рыцарь, который там стоит. Черт. Ну, это явно он. Он слегка голоден. Голодно. Голодно. Так. Здесь лежат старые доспехи. Изучить. Похоже, под доспехами что-то есть. А... А, и что? В смысле атаковать? Эта штука меня убьет, да? А-а-а, это нам сначала ему броньку надо снять, а потом... Нормально. Отряд побеждает. А-а-а, тело старого рыцаря рассыпается в пыль. Э-э-э, слабее этот... Да, в смысле слабее от голода? Нифига я не слабее. Дайте я какую-нибудь рагушку наверну. Тушеное рагу. А-а-а, черника. Так, надо бы еще один пирог с черникой сделать. У меня есть жареное мясо, кстати. Давайте я грибную рагу. Да, грибную рагу захаваю. И сделаю еще одну. Сделать предмет. Пирог... С черникой. Да, потому что это у нас и хилка, и еда одновременно. Погодите. Так, можешь использовать здесь камень-душ. Он у меня один, да? Камень-душ меняет свой облик. Теперь он излучает слабый синий цвет. Так, обыскать. Доспехи оружия слишком тяжелы для тебя. Ударить. Лодыжки немного побаливают после удара. На земле лежат пустые доспехи. Еще раз обыскать. Оставить. Так, ну хорошо. Ну вот мы на него... Возможно, теперь он там исчезнет. Ну то есть, это же был его дух, насколько я понимаю, да? Тут я еще камушек могу взять? Да, могу. Я не знаю, зачем мне камни. Я их саперу на всякий случай. Хорошо. Здесь мы еще не были. Это что-то новенькое. Отлично. Каждый раз, когда находим что-то новенькое, это просто суперски. Черника! Ой, блин, это вообще обалденно. С салями. Две морковки. Буду вот такие двери тыкать. Ну, на всякий случай, если там есть двери. Потому что я в первый раз уже... Ложанулся, когда я пропустил девочку. Кажется, я немножко заблудился. У меня вполне такое ощущение. Это вот тут рыцарь стоял, да? То есть, если убить его тело, то его дух исчезает? Ну, это, в принципе, логично. Курительную трубку. Не знаю, зачем она... Ох. Здравствуйте. А ты кто? Назрамус? О, кажется, мой слуга не сумел остановить тебя. Да, извини, чувак, мне пришлось его... Это что-то новое, мне пришлось его бить. Не приятно видеть тебя в добром здравии. Прошу прощения за ту сцену. Вот так опуститься... За грубой... Вот так опуститься до грубой физической силы. Моим исследованиям сотни лет. Видишь ли, я не могу пускать сюда кого попало. Я ищу одного человека. Да, я, скорее всего, ищу рыцаря, про который я сегодня уже говорил. И мой поход туда, скорее всего, бесполезен. Хорошо. У меня еще одного человека. Верно, кажется, я знаю о ком ты. И я не вмешиваюсь в происходящее на верхних этажах. Но думаю, этот человек второй тысячи находится... Нечто зловещее вошло в комнату. На этажами ниже. То есть в комнату, в смысле... На твоем месте я бы поторопился, несмотря на его внушительный вид. Боюсь, его время подходит к концу. А теперь я был благодарен за возможность поработать в тишине, если ты, конечно, не против. А в чем... Так, погоди. А как давно ты здесь находишься? Ой, я здесь уже очень давно. По ощущению, будто целую вечность. Да. Нет. Ты не разозлишься, если я от тебя поговорю с тобой. Что ты исследуешь? Мои исследования изучают все сферы знаний. И, как я полагаю... Как и полагается любому ученому, мои исследования многому не научили. О магии, крови, божественности, баках и прочих столь же банальных вещах. В данный момент я больше всего заинтересован в природе и пульсациях Земли. Люди этой эпохи не замечают, как природа увядают, как они сами все ближе и ближе к вымиранию. Это одна из причин, по которой я упустился в эту тьму. Первобытное главенство природы все еще живет здесь. А почему ты здесь живешь? Почему? Какой глупый вопрос. Это место играет ключевую роль в моих исследованиях. За эти годы исследований я так и не нашел ни одного места, где столь счетливо чувствовалось бы присутствие богов. Что касается неудобств подземной лаборатории, ну что ж, люди слишком зациклены на удобствах. Они думают, что чем удобнее, тем лучше, и это заставляет их отказаться от действительно важных вещей. Ограничения побуждают к изобретательности. Как сохранить рассудок? Здесь и должно быть темно. У нас были бы проблемы, если бы в этих подземельях было бы светло, как днем. А, черт. Так, флакончики. Голубой флакон бежит, качается. Хорошо. Крепкий сундук. Похоже, он не заперт. Я буду очень признателен, если ты не станешь там рыться. Отойти. Спасибо. Какой чувствительный молодой человек. Так. Гнилое мясо. Я могу кормить волчицу гнилым мясом дальше, да? Да, отлично. То есть, на нее не надо... Блин, на них все чокнутся скоро. У меня нет столько алкоголя. Овощной пирог. Погодите, у меня тут где-то было... Рагу. На тебе тушеное рагу. И тебе тушеное рагу. Но они все скоро чокнутся, к черту. Это не очень хорошо. Обыскать. Орел. Спасибо. Тут ничего. Здесь. На полке лежат разнообразные. Ты находишь оранжевый? Оранжевый флакон. Взрывной флакон. Так, а оранжевый у нас что делает? Флакон с кровью, бутылка, виски. У меня... У меня нету... У меня стеклянных флаконов, у меня нету флаконов с вином. Красный флакон. Жидкость красная. Крайная редкость. С помощью него можно расп... Я помню, помню. Так, взрывных три. Оранжевый. С жидкостью оранжевого цвета. Один запах вызывает у тебя выброс адреналина. Неужели какой-то баф? Так. Дайте кровать, 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 кровать. О, погодите, это же... О! Наложить проклятие на снаряжение. Да, это то... Ммм! Суперски. Какого оружия ты желаешь? Одна малых душ. Можно на сгеметар наложить? А, там нужно два. Использовать. Взлом. Боевой клич. Ох. А поглотить это что? Подвижная стойка. Так. Поглотите. Меткая стрельба. Меткая стрельба. У меня же нету лучника. Так. Рой насекомых. Власть над насекомыми. Стая ворон. Ого. Игольчатые черви. Багряный портал. Я думаю, что мне нужно будет пойти еще раз почитать все, что... А! На это тоже потратится малый камень души. То есть, мне все равно нужно будет трать... Я понял. Кто-то написал в этом следующие слова. О, Господь, даруй просветление и проведение. Книги... Награждение книг из всех вообразимых областей знаний. Одна из них не... Ни одна из них не привлекает твоего внимания. Но тут также лежат отдельные страницы. Ты находишь страницы книги 2. Чё-то я потерялся. Погодите. Рецепт. Дневник капитана. Справочник. Книга страхов. Братство и рыцари. Дневник. Алхимия. Дневник стражника. Включение Грогота. Ладно, дайте мне книгу просветления, пожалуйста. Орел. Спасибо. Сейчас будет Орел, да? Опять решка. Отлично. Так! Книга просветления! Ха-ха-ха-ха! Я уже давненько не чувствовал себя таким радостным. В чём дело? Так, так, так. Почему... Ключевую роль в моих исследованиях. Лаборатории. Что ж люди зацикли на удобствах. Ты совсем один? Ну, при мне был мой слуга ещё минуту назад. Но ты позаботился о нём. О нём. Ты ведь заметил, что это был он. Не так ли? Хе-хе-хе. Он уже давно потерял себя. Стал не более чем душой закованной в доспехи. А-а-а. Чёрт. Я хочу порыться у него в сундуке. Но пока что не буду этого делать. Мне кажется, это аукнется. Так, хорошо. Полу... Нет. Просто нет. Просто нет. Нет. С нетчупом. Дружище, там... Там есть один чувак. Мне нужно, чтобы ты с ним поговорил. Блин. Чёрт. Нет. Может, я теперь смогу назад вернуться? А прохода-то всё равно другого нет. Я теперь могу назад вернуться. Отлично. То есть, он здесь. А я теперь могу сходить назад. О, так получается... Погодите, а зачем мне назад? Если я тут уже всё собрал. Блин, а мне так-то вперёд нужно. Послушай, я... Я так больше не могу. Мне нужен отдых от всего этого. Что-то не так? Говорю откровенно. Эта тьма, она подбирается ко мне. Я видел знакомые лица в этих настоящих призраков прошлого. Я знаю, что это просто невозможно. Но они оказались здесь. Что они оказались здесь? Но всё равно... Голоса. Они зовут меня. Они говорят, что я принадлежу этому месту. Ты теряешь рассудок. Возьми себя в руки. Да ну нафиг! Я в курсе, что это мираж. Но это не отменяет того факта, что мне... Мне правда нужна передышка. Хочу просто присесть. И уж точно не хочу, чтобы со мной кто-то нянчился. Погоди немного. Дать им бутылку виски. Да! Выпивает. Всё, тебе полегчало. Это очень помогло. Спасибо. Не знаешь, что на меня нашло. Давай-ка притворимся, будто этого никогда не было. То есть, я не могу до бесконечности тянуть, да, с их... Блин, чёрт. У меня же нет другого алкоголя. А как кожа? Флакон. Так. У меня нет другого алкоголя, да? А, нет. Есть флакон с вином. Который я могу влить вот в неё, например. И один флакон с вином я, наверное... Чёрт, придержу. О, я нахожу... Я-то это не обыскивал? Красный флакон. В смысле я это не обыскивал? Я сюда не пошёл? Тухлое мясо. Так. И тогда камень можно взять, да? Да. Получается, мы теперь можем выйти. У нас есть группа из четверых человек. И мы можем немножко вернуться. Я бы, на самом деле, сходил бы сейчас... У меня есть 2 стеклянных бутылки. Я бы сходил, наверное, набрать вина. Раз такое возможно. Потому что иначе мы просто тут нафиг все чеканёмся. Использовать механизм. Можно... Так. Мне нужен флакон с вином на себя. А что будет, если волчица разозлится? Где у нас были бочки с вином? Надо вспомнить. По-моему, они были в старом подземелье. И... И где-то ещё были. Но я не помню где. Чёрт. А в старой подземелье мы могли пройти и через тюрьмы. И надо было сюда ходить. Ладно. Давайте я на паузе туда быстренько сейчас дойду. Потом вернёмся. Я вот что подумал. Я, наверное, прыгну сейчас здесь в колодец. Прыгнуть вниз. И, возможно, я немножечко сейчас позачищаю от этих ребят, которые здесь ходят. Потому что команда из четверых, это уже довольно солидно. Я думаю, что я смогу с ними справиться, пока они не нанесли мне какого-то серьёзного урона. Блин, слегка голоден, голоден. Все голодны, чёрт вас побери. А это у нас обратно на кладбище, да, дорога. Хорошо. У нас пустые склянки накапливаются или нет? Да, пустые склянки у нас накапливаются. Поэтому мы сейчас пойдём наберём вина. Вино восстанавливает 40. Даже можно будет на месте всё это повыпивать. И понабирать ещё. Я надеюсь, что бочки не позаканчиваются просто так. Да, 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 да. Где они были? Да, тут у нас место ритуала. Тут... Чем не осталось? Я попробую напасть на этих ребят. Может... А может не стоит, может пока они мирные. Ещё вот эту штуку мне как-то нужно... Найди мне, позволь пролить кровь здесь закрыто. Использовать красный флакон, погодите! Замок не реагирует на красную жидкость. Чёрт! Ну, давайте нападём на этого парня. Атака... Давайте сразу по голове бить. А вдруг получится. Есть. Нормально. Мы их ваншотим. Вот это вот и хорошо. Получается, я могу с них что-то собрать? Ничего полезного. Но мы их, по крайней мере, можем убивать. Я потратил красный флакон. Это не очень, наверное, хорошо. Но... Чёрт с ним. Мы узнали, что это здесь не работает. Как тогда открывается эта дверь, я пока что не знаю. Так, тут двери нету. Я не знаю, насколько вам интересно будет. Смотри, как я тут всё зачищаю. Давайте, наверное, пока на паузу. А потом посмотрим дальше. Оказалось немножко неприятно. Мне хватило ещё на две бутылки. И после этого бочонок оказался пуст. Это отвратительно. Я шёл сюда прям за вином. А получил шляпу какую-то. А, погодите. Есть вот эти бочонки. Пуст. Чёрт. Так, нападаем. Всё на самом деле на волоске. Потому что если я разок промахнусь, то мы можем не заваншотить этого перца. Но пока что везло. Просто эта штука... Ну, волчица, она кусает тентаклю. А мы все бьём по голове. И пока что этого хватает. Если бы можно было немножечко управлять волчицей, было бы круто. Бочонок пуст. Бочонок пуст. Все четыре бочонка пустые. Ладно, чёрт с тобой. Давай я на тебя тоже наедем. Атака. Атака. И атака. Да, этого тоже хватает. Хорошо. Просто зачистим это подземелье, чтобы мы по нему могли спокойно по-человечески ходить. Чёрт. А если девочка рехнётся, что будет? Это не очень приятно. Хорошо. Мы... Зачем мы сюда пришли? Мы всё сделали. Бутылки мы набрали. Пойдём сейчас тогда обратно на кладбище. Хочу ли я напасть на... Нет, наверное, не хочу. Мне интересно, что останется, если я ещё раз останусь спать здесь. А тоже проверять не очень охота. Так. Тут у нас есть перец, с которым вот я не хочу встречаться. Вон он. Да-да-да-да-да-да. Идёшь нафиг. Мы... Мы об этом не говорили. Ладно. Давайте тогда... Хотя не знаю. Мы уже почти обратно вернулись. Мы уже почти на месте. Дверь закиняло. Давайте силой. Теперь у нас есть... Команда. Которая может нам помочь. О, не удалось. Хорошо. Эту дверь так не выломать. Хорошо. Понял. Тут уже ничего не осталось. Всё. Идёмте обратно в тюрьму. А, там у нас есть, кстати, вещи, которые я хотел бы подобрать. Вот там, например, закрыто выломать дверь. Давайте попробуем выламывать эти двери. Хотя они железные и прочные. Мне кажется, это не получится. Не удалось. Хочу ли я... Красным флаконом. Давайте. Мне интересно, что там. Там какая-то вещь. И... Что-то блестит. Находишь счастливую монету. Ха-ха. Как раз для того, чтобы... Что-то... В смысле, что-то зловещее вошло в комнату. Он здесь. Он теперь за нами постоянно будет бегать. Да, прикиньте. Это говнище теперь будет постоянно за нами ходить. И что мне с тобой делать? Обходить, что ли? Беги сюда. Я могу пока от него вроде как убежать. Ну ладно. Слабеет от голода. Да, я вас сейчас всех покормлю. Я уеду на лифте. И вас... Я вас всех покормлю. Честно. Кровавая яма. Блин. Я на самом деле не очень-то люблю игры, в которых... Как он здесь-то оказался? Идет в задницу. Ох, блин. Гула-71. Как-то я такое допустил. Погодите. Там же был костер. Там можно было мясо пожарить. Так, у волчицы, кстати, с разумом вообще отвратительно. тогда делаем не так делаем гнилое мясо 1 2 делаем гнилое мясо надо бы его еще где-то подобрать 2 делаем делать овощной пирог за давай тушеные рагу да давай до черничный пирог делаем грибную рагу понятно хорошо у нас есть еда нормально так если овощной пирог давай мы тебя покормим у нас есть овощной пирог для тебя и у нас есть сюда у нас есть яйца с беконом черничный пирог не хочу рагу хочу где у нас там было вот ушел на рагу для меня все мы наелись хорошо команда 4 человека я не хочу идти до сих пор к этой может вот этих всех уродов поубивать ай блин ну как ты промахнулась то ладно этот его убил хорошо этих мы тоже ваншотим приятно потому что но они раздражают они реально раздражают они тут летают нам приходится с ними иметь дело давай добивать спасибо если вы мне не написали про девочку это что она нам понадобится без удовольствия продал бы раз уж такая игра жестокая я тоже буду жестоким 65 ваншотнули а даже так ну они реально когда команда 4 человек то они реально становятся очень слабенькими тут все хорошо ладно во первых мы выяснили что от этой штуки можно побегать сражаться я пока с ней не готов пожалуй но против нее можно побегать шахта 5 идем так погоди ты видишь как ее колотит похоже на совсем не хочет идти дальше погоди скоро вернусь словно испытывает панику чуть-чуть и он заплачет это же самое место да у нас та 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 выглядит флакон с вином выпивает вино и у нее все хорошо в этой жизни до напуганное присутствие похоже успокаивает я все это же самое место где мы уже второй раз грубо говоря теряем напарника а флакон флакон с водой флакон с вином могу ли я да и и психическое состояние тоже станет лучшим и один флакон я оставлю просто на всякий случай где там а погодите это дальше было место где мы маскировались под стражника и заходили тут мы уже все прошли пойдем и теперь именно вверх они по взорванной дорожке хотя и вроде как взорвал вроде как это но пойдем а мы мы собственно дорожку взорвали для того чтобы к нам вернулся наш синий синий власый приятель а теперь мы пойдем вот сюда две морковки это просто изумительно ай как будто получилось нужно было сразу идти они конечно блин промах дважды промах все ослеплено дом лошадь спасибо но я пустая одежда куча где что то есть свиток темных искусств ох тыж блин так погодите мне нужно остановить кровотечение это у нас нет ни зеленой травы а тряпка тряпка тормознул кусок ткани до основе кровотечение потеряли ногу ну это такое так синий флакон хп-шка хп-шка чем бы мне хп-шку восстановить голубой флакон опа на фулку восстановимся ну пока это не отразилось никак на геймплее и как бы черт с ним хотя конечно неприятно свиток темных искусств что это такое надеюсь еще не сдохну от этого не погодите это на кого-то накладывается это изучить или что-то можно вниз спуститься какие-то могилки хорошо можно спуститься вниз можно пойти сюда два сушеные гриба это круто я смогу еще одну рогу забацать голубой флакон это просто суперские сырое мясо тоже кстати неплохо тут дверь нет не дверь я держу сейчас книгу как способ сохранения но также у нас есть две счастливых монетки наверное ну то есть книга это то о чем я очень сильно теперь мне осталось ближайшие минут 15 не сдохнуть красные травы а мне не осталось и не травы 2 его флакон превратил синюю траву а ладно я понял сверху доносится звуки борьбы можешь просто развернуться не участвовать этом нет я буду в этом участвовать руку с камнем пожалуйста блин у него тоже гениталии есть ну конечно же как ты промахнулась не подскажешь мне пожалуйста акты промахнулся дважды ты издеваешься нафиг так по вот этой руке я не знаю чем она будет еще пинаться или не будет пинаться поэтому надо руки от откусывать отрывать о по ноге отлично суперски погоди настолько слаб что девочка отрубила ему руку рыцарь слава богу это кстати не тот рыцарь это тот рыцарь который ну типа может к нам присоединиться по моему ладно сейчас ты хоть представляешь что они делали со мной а я не могу говорить об этом нет тысяча благодарностей без твоей помощи я была бы мертва да рыцарь это девушка у нас то мы уже с вами обсуждали этот известный факт что здесь произошло я нашла подземную деревню полную тех существ живут как дикаря и ничего из себя не представляет просто кучка эритиков то что они делали со мной когда я увидела один из их примитивных ритуалов я должна была вмешаться несколько нескольких я сразил но они погнали за мной сюда то что они делали кто ты такой блин это тварь вернулась сюда типа кто ты такая мое имя дарс каталис я из рыцарей полуночного солнца как только разговор переходит на рыцарей и лицо светлеет дарс типа дарк ну да я заранее извиняюсь простолюбина моим мои манеры могут показаться чересчур строгими я родом из королевства рондон до вступления в ряды рыцарей полуночного солнца служила королевским рыцарем сможет запомнить кому хочешь проход продолжить поход вместе своей группе без меня людей много людей не хочу путешествовать такой большой компанией возвращайся в будущем возможно все сложится иначе вот и ответ на мой вопрос то есть когда я спрашивал может ли в моей группе быть четыре человека или больше то все-таки максимум моей группы это четыре человека я мог бы ее взять с собой если бы не девочка наверное а что если мы бы девочку не брали бы до самого последнего момента блин пожалуйста пусть она останется жива о хорошо давай-давай иметь я хочу за ней потом вернуться так это то погоди обыскать нет ничего ценного в поисках синий флакон отличную табак давай еще поговорим каком богу ты поклоняешься я поклоняюсь альмеру как к верховному богу как и большинство жителей рондона я пытаюсь объяснить его учение тем пещерным дикарям но мне кажется они не поняли ни слова из сказанного зачем ты сюда спустилась я сделал шаг во тьму для того чтобы спасти своего капитана капитана рыцаря полночного солнца возможно слышал о нем его имя легард вот я про легарда говорил чтобы или гарда успеть нужно пройти к нему до добраться до него за полчаса это я прочитал в веке которые вы мне скинули вот так что если встречи в одно что уж точно не сможешь забыть да короче легард все уже чуть-чуть в моем исполнении табак огни вода разжечь эту смойку пожарить мясо что-то блесит на счастливую монетку полин я просто чертовски рад этому свиток фехтования о пожарить мясо драконе конечно пожарить сырое мясо жареное я надеюсь что не нигде сырое мясо дракона не понадобится я пережарю сейчас все мясо потому что он у жареное мясо можно тепло костра успокаивает тебя я еще и получаю баф на спокойствие мой разум все равно далек от идеала да так хорошо у меня есть стеклянные флаконы у меня есть так то все мои спутники то чекануться скоро к черту зелье жизни красная трава зеленая трава флакон свином у меня остался только один если один из спутников это возможно будет кахара откажется со мной эти я смогу вернуться за ней как бы это плохо это не звучало да знаете что перед тем как следовать дальше я наверное зайду сюда и здесь сохранюсь мне кажется это было бы правильным с моей стороны хорошо возможно слиток фехтования узнай секреты искусства фехтования быстро атаки узнай секреты шара тьмы шар тьмы это магия это то что могу просто изучить для себя без негативных последствий давайте разберемся в этом так если это без негативных последствий то следующий раз я это на себя все применю и все будет хорошо если я могу там случайно неправильно прочитать заклинание меня засосет какую-то черную дыру и на этом я сольюсь но не знаю немножко сомнительно насчет свитков фехтования опять же если я просто узнаю новые приемы круто а если получится так что пока я учусь фехтовать я отрублю себе руку я от этой игры вполне могу ожидать таких вещей все давайте просветлимся то чувство это та 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 да кстати мне показалось что изначально тут было два этих чувачка из деревни или нет теперь ты лучше понимаешь связь между твоим телом и разумом слабее скажет секундой сюда пожалуйста на шаг ближе к просветлению как только ты закон считать книга рассыпается в пыль прямо на твоих глазах все на этом мы пожалуй тогда серии то и закончим продвинулись вперед не так много как хотелось бы но во-первых мы нашли алхимика во вторых мы все-таки сделали все как нужно в третьих мы спасли рыцаря ну персонажа который может пойти с нами а легарда ну легарда мы скорее всего уже не спасли хотя опять же мы еще не дошли до него пойдем в следующий раз дальше я надеюсь что у нас получится я нашел то что хотел я нашел точку сохранения достаточно далеко от того места где мы были в прошлый раз так что мы потихоньку продвигаемся это радует это шестой уровень подземелья или что такое ладно любом случае пишите советы пишите комментарии очень всегда приятно читать отзывы а пока что на этом все всем удачи добра бобра всем молодших всем покида а